Базар 22 представляет Товарищем своим, но это уже секрет, надеюсь больше так не повторится, но тем не менее выбор пал на Philips E106, тем более красного цвета. Давайте рассмотрим немного упаковку. Сзади там скрывается и мой номер, так что покажу не полностью. Philips E106, 1050 мАч, 1,8 дюймов, ТФТ-дисплей, поддержка двух сим-карт. Philips E106, мобильный телефон. Всё, по сути говоря, то же самое. Вот сам логотип Philips. Ну давайте посмотрим, что входит в комплект поставки. Первый, конечно же, сам телефон. Дальше. Аккумулятор. Аккумулятор вот такой, ёмкостью 1050 мАч, в форме Nokia. Дальше. Кстати, если что, такая вот наклейка была. Простой, но способный. Дальше. Зарядное устройство. Распакуем. Вот так вот выглядит зарядка. Philips. Только зарядки 500 мА. С микро-USB. Такая уж зарядка. Дальше. Это у нас документации по HE. На европейских языках гарантийный талон Philips. А также инструкция по эксплуатации. С комплектацией это всё. Вот закрыли упаковку. Перейдём к самому телефону. Вот так вот выглядит сам телефон. В красном цвете. Шуршавая поверхность. На передней части находится сам динамик. Хотя динамик сзади на вызов и на разговор. Экран 1.8 дюймов. 128 на 160 пикселей. Это автодисплей. Клавиатура ну уж такая резиновая. Правда, навигационные клавиши пластиковые. Хотя сама серединка тоже резиновая. Такова уж клавиатура. На нижнем торце находится 3,5 мм аудиоразъёма для наушников. Также микрофон и microUSB для зарядки и подключения к компьютеру как накопитель. Сбоку здесь ничего нету. На верхнем торце только фонарик. Подсветить что-то, но можно. Также сбоку здесь ничего нету. Сзади только динамик и логотип Philips. И в отличие от Philips E103, в E106 нету камеры. Хотя зачем камера? И так без камеры тоже хорошо. Такой телефон в принципе вполне себе хороший для звонков. С дополнениями. Вот так открывается задняя крышка. Там есть специальный паз для открытия. Вот так выглядят слоты для двух сим-карт. А также слот для карты памяти microSD до 32 гигабайт, как обещает производитель. Вот так вот это выглядит. Итак, теперь вставляем аккумулятор. Закрываем крышку. Надеюсь, толщаучка закрыл полностью. Да. Теперь включаем данный телефон. Вот так вот включается. Его подсветка клавиатуры достаточно яркая. Блокировка клавиш на Philips E106 осуществляется путём нажатия меню и звёздочка. Но есть и второй способ. Это нажатие и удержание звёздочки. Клавиатура заблокирована. Для того, чтобы полностью разблокировать клавиатуру, чтобы полностью показать, объяснить, нужно дождаться погашения экрана. Во. Погас экран. Нужно сначала нажать на соответствующие клавиши или отбоя вызова, или центральные клавиши, ну и вообще ёблую клавишу, и на эту клавишу попробовать. Потом разблокировка и звёздочка. Клавиатура разблокирована. Что касается фонарика. Нажимаем и удерживаем центральную клавишу и активируется фонарик. Подсветить что-то, но можно. Отключаем также нажатием и удержанием клавиши центра. Что насчёт клавиатуры? Ну, резинка в данном случае. Вот я только купил. Приятная на ощупь, честно скажу, резинка. Хоть она дешёвая, но качество довольно-таки приятная резинка в таком исполнении. Теперь проверяем разговорный динамик, хотя динамик сзади на вызов и на разговор, на максимальной громкости. Нажимаем на клавишу вызова. Предлагает выбрать сим-карту ЕСИМ первую и ЕСИМ вторую. Выбираю СИМ вторую для проверки. Вот так вот осуществляется звонок. Мобильный помощник компании Ростелеком. Ваш баланс... Поворачиваем. Рублей семьдесят четыре копейки. Пожалуйста, выберите интересующий вас вопрос. Для получения информации об акциях компании и Ромики, нажимаем... Микрофон на... Тут, наверное, наоборот, это выключить микрофон, а это включить микрофон. Непонятно, но всё-таки. Зато есть запись разговора. Можно осуществить в формате WAV. Послушивание, нажмите звёздочку. В руке сидит довольно-таки хорошо данный телефон Philips E106. В двух цветах чёрный и красный в нашем случае. Так вот это выглядит. Шуршалая поверхность снизу. Без камеры. Ну, зачем камера? Итак, телефон простой. Хотя бы с дополнениями то, что можно записывать в диктофоне. Слушать музыку. Ну, давайте посмотрим меню. Кстати, ярлыки — это быстрый доступ к функциям. Всего десять ярлыков. А потом всё. Что касается меню. Анимировано. Вот так вот передвигается. Органайзер. Вызовы. Мультимедиа. FM-радио. Сообщения. Мои файлы. Соединения. Контакты. И настройки. Органайзер. Здесь будинник. Тут пять будинников. Нажатием центральной клавиши и редактирование. Всё равно попадаем на редактирование. Включить-выключить. Передвигаем. Влево-вправо. Время. Дремать сколько минут. Повтор. Один раз. И ежедневно. И выбрать дни. Звонок будинника. Здесь звонки. Как и звонковые. Те же самые. Что будем потом проверять. Типа поврещения. Вибрации. И звонок. Только звонок. Только вибрации. Чтобы применить изменения. Нужно на клавишу сохранить. Нажать. И всё. Ну, чтобы включить будинник. Календарь. Тем более календарь, кстати. С добавлением событий. Перейдите к дате. Перейдите к сегодняшней дате. Посмотр по. Недеям. Начало недели. Настройка. Можно создавать события. На этом телефоне. Добавляем. Тема. Начало. Конец. Напоминание. Будинник. Это напоминание. Включается повтор. Один раз. И вот так. Расположение. Сведения. Напоминание. Тип. Тут. Напоминание. Встреча. Учёба. Дата. Вызов. Годовщина. И день рождения. Довольно-таки. Хороший. Теефон. С напоминалкой. Хоть он простой. За 1200 рублей. Вот что получаем. За эти деньги. Простой телефон. От Philips. С напоминалкой. Календаря. Калькулятор. 2. Плюс. 2. Равно 4. 2. Нуя добавляется решёткой. А звёздочка. Это уже точка. Тем более платформа Mediatek. А процессор. У него Mediatek MT6261M. Как указано в инструкции по характеристикам. Вот есть подсказка. Это уже фонарик. Можно также включить из меню. А также есть секундомер. Секундомер. Во какой секундомер. Интервайны. Круговое. И просмотр записи. Выглядит вот так. Начать. Вот так вот это выглядит. По интервалам всё. Опции есть. Дайя и сброс. А если нажать на готово. Тут запрашивается. Сохранить или нет. Но не будем сохранять конечно. Круговой. То же самое. А есть. Просмотр записи. То что добавляя. А также N-Way секундомер. Своеобразный такой секундомер. Это влево, вправо, вверх, вниз. По кругу. В таком положении. Например. Нажму на вниз. И пошло. Своеобразный секундомер на Mediatek. Ещё. Значок отображается соответствующий. Дайя. Останавливаем. Всё. Теперь вызовы. Что касается вызовов. Здесь ничего особенного практически нет. Всё что есть, то есть. Мойте медиа. Здесь галерея. Хотя нету камеры. А видео, кстати, не поддерживается. Поскольку до E106 была такая моделька, как Philips E103 Xenium. Там была камера. Но уже сняли с производства. Когда камера присутствовала, присутствовала ещё очень простенькая видеокамера. И записывала в формате 3GP видео. А здесь камеры нет. Тем более, видео здесь на E106, заметьте, не поддерживается. Позже объясню. В галереях здесь хранятся различные фотки. Повернуть изображение. Установить как фон данное изображение. Переименовать, удоить. Память. Это выбор памяти, телефон и карта. Аудиоплеер. Это музыкальный преград и вполне себе простой. Можно слушать музыку. Обновить. Настройки. Здесь карта памяти. Автообновление списков. Повтор. Перемешать. Это случайный порядок. Фоновое воспроизведение. Давайте проверим, как работает. Можно сворачивать. Можно перемотать. Вот так вот это работает. Всё, что есть, то есть. И диктофон. Диктофон уж очень простенький. Тихо пишет, но тем не менее, надо придётся поближе к микрофону. Давайте проверим. Опции. Новая запись. А сохраняется только в формате WAV. Раз, два, три. Проверка диктофона на Philips E106. От Безо РТ. Сохранение теперь проверяем. Раз, два, три. Проверка диктофона на Philips E106. От Безо РТ. Как голосовая заметка. Вполне подойдёт. Очень простенький диктофон. Ну уж очень простенький. Теперь FM-радио. Требуются наушники. Без наушники работать это не будет. Так что подключаем гарнитуру в соответствующий разъём. Наушники включены. И теперь. Вот так вот это работает. Автосканирование. Но не будем сканировать, конечно. Опции здесь. Список станции. Ручной ввод. Автопоиск. И настройки. Настройки фонового воспроизведения. То есть можно сворачивать. А также динамик. Включить-выключить. Если выключить, то в режим наушники. Очень простенькое радио. Записи эфира нет. Очень простенькое радио. Для того, чтобы послушать музыку с помощью FM-радиоприёмника. Сообщения. Здесь смски только пишется. Печатается довольно-таки быстро. Отправить. Вставить символ. Также можно звёздочку нажать. Ставить символ. А решётка. Это переключение раскладков и языков. Также цифры. Одним нажатием. А если нажать и удерживать решётку. Можно выбрать попуярные языки. Метод ввода. По умолчанию выбрать. Параметры ввода дополнительно только заглавные. Дополнительно. Ставить номер, ставить имя и сохранить. И больше ничего. Зато входящее покажу. Входящее выглядит вот так. Текст сообщения. Чарновики. Исходящее. Отправленные. Инфо сообщения. Настройки смс. Здесь 7172. Настроить профиль. Срок действия. Тип сообщения. Отчёт о доставке. Путь ответа. Голосовая почта. Настройка. Статус памяти. До 100 сообщений можно хранить. Счётчик смс. Можно сказать статистика. Сохранить отправленные. Место хранения. И сим-карта. И телефон. Мои файлы. Телефон и карта памяти. Телефон. Здесь память узнать нельзя. Но сразу подскажу. Подключу к компьютеру. И там память телефона до... Как это до? Почти 30 килобайт. Всего лишь памяти телефона. Мало чего можно хранить. Однако можно какую-то простенькую закращать. Фоновый рисунок. Карта памяти. Всё-таки до 16 гигабайт. Хотя... Можно и 8 гигабайт ставить. Хотя зачем больше для такого телефона. Но тем не менее это так. Вот. Видео не поддерживается. Вот управление есть. Копировать, переместить. Новую папку создать, переименовать. Что касается вот этих папок. MyMusic это для хранения музыки в аудиоплеере. Для обеспечивания функции аудиоплеера. MyMusic обязательная папка. А иначе работать просто так не будет. А Photos это... Хранение фотографии. Для обеспечения галереи. А аудио это, соответственно, хранятся записи. ВАВ это разговор. Телефонный. А АМР обычный диктофон. Что касается MIDI. Для тех, кто интересует. Вот. В MIDI проблема тем, что не воспроизводится более 500 байт. То есть открою и... Ошибка содержания аудио. не работает. Причём при... Таком синтезаторе. Это известнейшая проблема. У... Существующих кнопочных телефонов на медиатеке. А вот так вот, если... Это 239 байт и... В таком исполнении что-то сработало. Вот так вот. Получается. Это всё, что касается моей файлы. Соединение. Вы подумаете, что здесь интернет? Но нифига подобного. Здесь только... Службы сим-карт. В зависимости от вашей сим-карты. Это услуги сим-карты. Меню сим. А так больше ничего практически нету. Контакты теперь. Вот то, что хранятся в записном книжке. Всё это отображается. Есть даже чёрный список. А чёрный список скрывается в настройках. Можно добавить чёрный список. Дополнительно быстрый набор. Дополнительные номера. Фиксированный набор. Статус памяти. До 500 контактов можно хранить. Копировать контакты. Переместить контакты. Удалить все контакты. Что касается добавить. Здесь на сим- первую и на сим- вторую и в телефон. В телефон здесь имя и номер. И всё. Больше ничего практически добавить нельзя. Только такие данные. И всё. Очень простенькая записная книжка. Без всяких добавлений. Теперь настройки. Телефон здесь время и дата. Здесь укажите город. всё, что касается время, дата, формат, времени и даты. Включить-выключить питание по времени. То есть можно задать когда включить телефон автоматически, а когда автоматически выключить телефон, задать соответствующее время. Два варианта. языки здесь английский, русский, украинский и румынский. Всё. румынский, который применяется в Румынии и в Молдавии, в Молдовы. Румынский. Так. Метод ввода по умолчанию выбрать. Дисплей. Здесь обои. Системные только одно изображение, а пользовательские можно задать свои изображения на заставку. Автоблокировки клавиатуры здесь от 15 секунд до 5 минут и вовсе выключить. Подсветка. Здесь яркость подсветки на максимум поставил. Ярко достаточно, а также время подсветки. Посекундно. Также показ даты и время. Ярлыки здесь можно настроить ярлыки, добавить, редактировать и удалить, изменить порядок. Ну, тут максимально 10 и всё. Быстрые клавиши вверх, вниз, влево, вправо. Можно переназначить. А также в самоёте. Обычный режим и режим в самоёте. То есть автономный режим. Профи есть здесь обычный, без звука, встреча и на улице. опции настроить позволяет задавать различные настройки. Чтобы применить изменения, нужно опции нажать и сохранить, выбрать. Всё. Что касается звонков, тип оповещения, только звонок, только вибрация, вибрация и звонок, а также вибрация, а затем мелодия. Тип звонка повторяющийся и однократный. Что касается звонков, они все в миди формате, но тем не менее можно проверить громкость динамика. громко. 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 Тут всего лишь пять стандартных мелодий, можно выбрать свои. Симпел и Симп2, громкость влево-вправо регулируется. желательно семь, чтобы не пропустить важные звонки, не пропускать важные звонки. Что касается СМС, здесь свои мелодии выбирать нельзя по СМС, что это, конечно, неудобно на самом деле, но с другой стороны все, что есть, то есть. Клавиатура без звука и еще ущерк и звук. Громкость клавиш и системные звуки. Все. все, что касается настройки звонков. Сим-карты и Е-активные обе Сим-карты и Е-Сим-первые и Е-Сим-вторые активно. Вызовы здесь ожидание вызова, приодесация, запрет вызовов зависит от оператора. Также дополнительно есть черный список управления не принимать вызовы из черного списка включить-выключить как раз таки необходимо, а также номера черного списка. до 20 можно назначить. Набираем соответствующий нежелательный номер и занески. Тут что написали? Не принимать вызовы как раз таки из черного списка. из черного списка соответствующую функцию включить. Автонабора есть при желании, есть напоминание времени здесь однократно или периодически. Режим ответа любая клавиша или автоответ с гарнитуры, автозапись разговора есть вполне возможно. Безопасность, защита SIM1, защита SIM2 по пин-кодам, а защита телефона, здесь блокировка телефона изменить порой. Стандартная блокировка клавиатуры, код 1122, 1122 и всё. при необходимости можно блокировать, разблокировать телефон. Сеть. Здесь выбор сети автоматом и вручную и сброс настроек тоже по кодам. Вот такие вот функции данного телефона. Philips E106. Вот так вот это выглядит. Конечно здесь название оператора не отображается, но я ставил первую симку мегафон, вторую симку Росте Ecom на базе TE2. У Росте Ecom нет SIM-меню. Это видно. Но тем не менее телефон рабочий, хотя динамик сзади на вызов и на разговор, но тем не менее примитивный такой простецкий телефон для звонков с дополнениями в том, что можно вставить карту памяти, слушать музыку, смотреть различные картинки и записывать с помощью диктофона. И всё, больше ничего не нужно. То есть почти без лишних функций данный телефон, видео на нём смотреть возможности нет, не поддерживается. Выключаем данный телефон. Телефон выключается. что можно сказать в итоге. Такой уж телефон Philips E106 без камеры. Если выбрать в качестве звонилки, можно сказать тоже хороший вариант. Тем более звонить по нему можно, подсветить можно фонариком. Игр, конечно, здесь нет, но связь есть. Зато есть можно слушать музыку, опять же записывать с помощью диктофона звук, но и запись разговора. То есть практически телефон Philips E106 довольно-таки почти нафаршированная звонилка в таком исполнении. Что ж, на этом всё. Кому нужно рекомендовать данный телефон? Я даже не знаю, поскольку на дворе 2018 год и уже неизвестно кому как выбирать, поскольку люди практически изменились и у всех людей смартфоны. Ну а так, если позвонить, то можно. На этом всё. Всего хорошего. До свидания.